Я познакомилась с Джамалом 8 лет назад. У меня сложилась сложная ситуация в жизни. Позвонила, говорю, здравствуйте, мне нужна помощь, я наркозависимая. А трубку взял Джамал. На тот момент, когда я его первый раз увидел, я лежал в подвале одного из домов в городе Колпино. И лежал уже там 9 месяц. Я был тоже в такой зависимости наркотической, которая длилась 16 лет. И вот он пришел, появился в моей жизни. Я так скептически сначала отнеслась к нему, я помню. Он приходил не один с командой из церкви, там сначала один, кто-то другой с ним приходил. И вот на третий или четвертый раз я вот согласился. И он меня убедил тем, что на деле причем, что силой молитвы даже температура падает. Были такие чудеса. Ну, мы жили вместе, мы ели вместе, мы все делали вместе. И как бы он нас учил своим поведением. Ну, он как, знаете, как отец. Он добрый, он несет столько добра. Хороший он человек, в общем-то, очень. Родился в городе Сочи. Сколько я себя помню, уже отца не было. Жили я, мама. У меня был старший брат и старшая сестра. Мама оставляла меня на них, работала на двух работах. Время было тяжелое. И мама, она приходила с одной работы на вторую, быстро бежать. Ту любовь, которая мне была необходима, я не получал. И когда она уставала, вот как загнана лошадь, да, у нее не было других возможностей, она выпивала. Я так боялся, что кто-то из соседей узнает и, ну, вот, потом мне скажет, а вот твоя мама там, она пьяница или еще что-то. И вот эта мысль, она меня уничтожала. Я плакал, я мечтал о семье, потому что, приходя к друзьям, я видел, что есть папа, видел, мама, я видел, что они живут не так, как живем мы. У них есть уют какой-то, да, вот. Вот, я понял, мне надо, чтобы меня боялись. Вот, я с самого первого класса взял камень, палку, там, ножик, да, я вот должен был быть таким, что, чтобы меня боялись трогать. В 15 лет, вот это вот, ну, наверное, огорчение, да, вот эта боль, она меня вышибла из дома, я уехал, вот, просто мне хотелось уехать оттуда. И началась моя такая жизнь в гастролях. Я ездил по городам, там, воровали, мне это так нравилось, это был какой-то экстрим. В 92-м году приехал в Санкт-Петербург, и в тот момент рынок Дебенко, Некрасовский рынок, где продавали наркотики, как обычную картошку, да, так свободно. Естественно, я стал таким вот конченным наркоманом, потому что трезво смотреть на эту жизнь было сложно. Ну, и, естественно, в 92-м году я первый раз сел, попал в кресты, начал стремиться, ну, к какому-то преступному авторитету. Куворовская идея, она была такая вот мне по сердцу, потому что там говорилось о таком братском общении, о взаимопонимании среди именно вот этого круга. Второй раз я уже поехал на строгий режим, там я увидел, что то, что меня привлекало, это отсутствует. И приходит в жизнь такое глубокое разочарование. То, что ты вроде бы пытался достичь, да, в этой сфере, ну, преступной, вот, какой-то ниши, да, вот, а оказывается, это полный обман. Ты понимаешь, что то, вот, за что ты шел, этого нету вообще. Ну, и глубокое разочарование, оно стерло, наверное, все последние ценности, которые у меня были. И для меня уже, пусть он в братском общении, там, воровском, все, это как разменная монета. Ты волк, среди волчьей стаи, и выживает только тот, у кого посильнее зубы. Перед предпоследней подсидкой меня познакомили с батюшкой из церкви, это рядом с Александрой Невской Лаврой. Я как грузин, говорю, вот, негде жить, там все, меня приютили. Ну, у меня была одна цель, да, обокрасть эту церковь. Ночью подобрал ключи к запаснику и вытаскивал оттуда потихонечку иконы. И за это жил, кололся. Вот, какое-то время, когда уже в запаснике все кончилось, я залез в алтарь. Там были вот эти, для причастия, да, принадлежности и икона. Икона, сразу на взгляд, золотом писанная социальным. Вот, я их захотел украсть. Вот, я их взял, и меня парализовало ужасом. Вот, в тот момент, когда я прикоснулся руками к этой иконе, я даже не знаю, чего вот я боялся. Что за ужас, вот, просто. Ну, это какое-то мгновение такое, я эту икону оставил, но ужас стал нарастать все сильнее и сильнее и сильнее. И вот я оттуда выбежал, там у меня уже иконы, пару икон было там спрятаны. Я их взял, побежал, вот ужас, вот он как бы все нарастает и нарастает. Я вот в таком состоянии, как зомби, пришел в эту церковь назад, хотя понимал, что мне туда идти нельзя было. Уже сто процентов знали, да, что вот что-то произошло, потому что в алтаре каждый день служба проходит. Вот, и когда я пришел, меня там у выхода встретил дьякон, он говорит, ты, я говорю, я. Я даже не понимаю, почему я признался. И мне дали пять лет за эту церковь. И когда я был уже в собачнике, в тюрьме, да, вот я был в шоке, я своими ногами пришел сам в тюрьму, можно сказать. Я сам признался, что со мной произошло. И когда уже подняли в камеру, один с полосатого режима, он говорит, слушай, вот что тебе скажу, там Библия лежит, то, что с тобой произошло, ты там найдешь ответ, потому что это единственная книга, которая говорит о вот этих сверхъестественных вещах, которые могли произойти в церкви. И я ее взял, и я ее начал читать. Я ее прочитал залпом, наверное, как художественную литературу, но она настолько меня захватила. Что-то стало происходить со мной в сердце. У нас был, ну, шнырь в камере, да. Ну, естественно, его били все. То варил, стирал вещи там. И что-то он не так сделал мне, я уже не помню что, я его ударил. Ну, в принципе, это естественно, как все, я говорю, ты там и ударил, он отошел. А у меня внутри такое вот мучение просто глубокое. Я вот почувствовал себя животным таким. Я это осознал, что вот я, ну, что он, в принципе, такой же человек, как и я. И попросить прощения, ну, это неестественно в камере. Я его подозвал, я ему собрал там конфеток, чаю, там, сигареток, так подозвал его, так тихенько, там, я говорю, слышишь, ты меня извини, так тихо. Я говорю, ну, я тебя там ударил, на, у тебя чаю, там. Ну, смотри, говорит, если кто-нибудь узнает, что тебя попросил прощения, тебя загноблю здесь просто. Ну, ты меня прости. Вот уже Бог работал с моим сердцем, так. Я попал в Саратовскую область и попал в колонию, в которой был общий режим, ее сделали строгий. Там очень сильно, да, ломают зеков, там, строй, там, бьют. Я, наверное, думал, что это наказание, но такое вот, что я страдаю из-за того, что я залез в храм. Да, ну, святое святых, вообще святотатство, я себя вот ощущал таким самым ужасным из ужасных грешников, что я к самому Богу в дом залез воровать, ладно, там люди еще, а тут к Богу залез в дом. Когда приехал вот в колонию, отказался от вообще каких-то режимных требований, меня посадили в карцер. В оконцовке в карцере я просидел полтора года там, вот год в одиночной камере. И вот в этой одиночной камере, ну, происходили, наверное, самые такие запоминающие для меня время, когда я молился утром, в обед вечером, правила Серафима Саровского, повторял три раза, очень наш три раза, песнь Богородица и символ веры. И меня три раза в день били, потому что я должен был делать доклад, когда открывают камеру, чтобы кормить, это завтрак, обед, ужин, я доклад не делаю, должен встать перед начальством, не встаю, ну, естественно, получал. Ну, и били больно, били сильно. И я все равно как-то держался, потому что для себя такую выработал теорию, что вся администрация – это от дьявола, а я такой борец. Вот Христов, воин, здесь страдаю. Но я их ненавидел люто. То есть когда в замочную скважину вставляли замок, я понимаю, дверь открывается, у меня начинался озноб. Вот я забивался в угол, там, в клубок, чтобы прикрыть как-то руки, это лицо, там, почки руками, да. И они заходят, начинают бить. Они понимают, что ты без повязки, что ты, ну, как отрицалово, да, что ты отказываешься от режима, все. Вот, и в какой-то момент, в очередной раз, когда я повторял, ну, как семечки, да. «Отче наш случай на небесах, да святится имя твое», как я даже не задумывался, что я говорю. Но тут вот мне как-то пришло, и прости нас, как и мы прощаем. То есть я остановился, я не смог молиться, это меня поразило просто. Я понял, что я связываю сам себя своими словами. А я, ну, Богу говорю, типа, завет, да, давай так, ты, типа, меня прости так, как я их прощаю. А я их не могу простить, что я сам себя связываю, да, в преисподнюю. Я говорю, как же ты так молитву дал, отче, да, вот это наш, такая Христова, зачем такая ужасная молитва, кто же может тогда вообще получить прощение, если ты, все люди кого-то, ну, ненавидят, все люди на кого-то обижаются. И одна мысль, которая не давала мне ни спать, ни есть, ничего, это, что я должен благословить тех, кто, вот, меня бьет каждый раз. Ну, и в очередной раз я сдался, поднял руки, говорю, все, сдаюсь, потому что от этого внутреннего мучения я уже не мог. И когда меня, ну, вызвали в кабинет, опять начали бить, был зампобор, это заместитель начальника по безопасности и оперативной части, Петрович, и вот оперативники, они меня бьют, и я вот так, как бы, с угла, пусть Бог вас благословит. И Петрович сидит, говорит, а он так вот в кабинете, так, за столом, говорит, грузин, с ума сошел. И дает сразу распоряжение оперативникам, говорит, так, все, прекращайте, не надо его прессовать. Жалко, долго держался, такой крепкий попался орешек, но, типа, крыша поехала. Переводите его с общего, с одиночной камеры на общее положение и готовьте документы на крытую. Ну, это тюрьма в крытую, тюрьма в тюрьме. Вот, и я, когда приехал в крытую, я понял, что все, вот, я сделал так, как говорит Библия, простил. И тут я понял, что я простил, а Бог меня нет. Просто как и так, я-то за его дом сижу. Что это за прощение такое, что, ну, я тебя простил, но наказывать дальше буду. Поэтому я Богу сказал, или ты обманщик, или ты меня освободишь, ты простишь меня. И в 2003 году это происходило, тогда вышли поправки к Уголовному кодексу. И моя статья, которая была с 5 до 10, она стала с 0 до 2, я уже сидел больше положенного срока, меня за полчаса выгнали из тюрьмы. Я верю, что это лично из-за меня, то, что вот у меня были такие отношения с Богом. Я исполнил Его Слово, вотче наш, и Бог изменил закон во всей России. Когда я освободился, приехал в Александр-Невскую лавру, я понимал, что если что-то не произойдет, я пойду колоться, у меня уже нету сил, я не знаю, как жить в этом обществе. Вот, и пришел, там привезли мощи святого Пантелеймона тогда, и такая суета была в лавре, там все приготовили, я к одному батюшке говорю, мне надо срочно поговорить, я только освободился, мне очень плохо, он говорит, подожди, мощи привезли, там, монах, надо все устроить. Я говорю, так чего этим мощем будет, я-то скоро мощами стал, если вы не обратите на меня внимание. Я говорю, мне надо вот срочно, я обиделся, вот, потому что до меня дело, все занимались мощами, вот, я ушел, опять начал колоться, меня еще хлеще это завернуло, и я приехал сюда, вот, в Колпино, к тому, с кем я сидел в камере накрытой. Стали заниматься наркотиками, тем более я был наркоманом, я знал это изнутри все, и потом у меня пошел конфликт с моими подельниками, меня чуть не убили, вот, я выпрыгнул со второго этажа здесь на одной точке, сломал ногу, но удалось мне убежать, спрятался там в полиции, я не знал, у меня был туберкулез открытой формы, да, вот, самый, наверное, такой ключевой момент, вот, когда я понял полную безнадежность, я болею туберкулезом, я умру, я знаю, что я скоро умру, все, что у меня никогда не будет той мечты, да, дети, я хотел детей, я хотел семью, все, полное отчаяние, надежды нет, я сижу, эти сотни тысяч людей мимо тебя проходят, и кто-то плюнет в тебя, кто-то тебя пнет, вот, я сейчас вспоминаю, понимаю, что это самое, наверное, худшее, что человек может пережить, и все, ты никому не нужен, то есть ты проблема для всех, тебя все пинают, и, как бы, и деньги, и то, наверное, не знаю, из-за чего бросают, в таком состоянии я умудрился сесть, в очередной раз на точке, когда уже наркотики перенесли, полиция, облава, все убежали, я не могу убежать, меня поймали, дали год, я сидел в туберкулезной колонде, в Вонде, когда я освободился, на третий день я потерял сознание, меня поскоро увезли в Боткино, это хоспис, потому что я плохо ходил, и туда пришла девушка, туда пришла девушка, представилась верующей, я говорю, бывшая проститутка, я люблю Бога, Он меня спас, Он меня изменил, и она предложила помолиться, молитвой покаяния, вот, я даже не осознавал, наверное, что я там делаю, просто произнес, ну, классно, какой-то в этой камере смерти что-то такое новое, там, девушка пришла, жизнь какая-то забурлила, и в тот момент, вот, она там молилась за нас, пришел врач, он говорит, кто Маткава, я говорю, я, он говорит, ну, вот, пришли ответы анализов, нету туберкулеза, то есть, у меня было три очага в легких, мне лечение надо, он придумал, что я здоровый, да, и вот меня, он говорит, я тебя уписываю через два дня, ну, и тут же это же сидит сестра, там, аллилуйя, слава Богу, я говорю, да подожди ты, у меня проблема, жить негде, украсть не могу, и она мне отдала флайер, тогда эти назывались центры реабилитации, сейчас центры духовного восстановления, говорит, приходи, там, все, жизнь изменится, видишь, уже все, Бог начал действовать, я не хотел не идти туда, пришел, просто идти некуда, и поехал на центр духовного восстановления, вот, полтора месяца было, ну, вот, я вообще там был, что-то, ну, сложно мне было, это надо любить, это надо совсем другие принципы жизни, там, да, там, христианские принципы жизни, но я хотел, вот, найти Бога, действительно, если вот Он есть, все, что в моей жизни я понимал сверхъестественно, что это не просто так, это что-то есть, просто я не мог понять, не мог вот нащупать, что, и я стал молиться, за час раньше я поднимался, всех, всем подъем, я вставал в шесть с одним, там, братом, ну, мы как-то сдружились, и мы шли на поле, там, деревня, и молились час, да, я искал Бога, если ты есть, давай, где ты, я говорю, если ты отец, я хочу тебя сейчас пережить, ты мне нужен здесь, сейчас, мне плохо, я говорю, в отчаянии, если вот эта вот последняя надежда, она разрушится, это все, я лучше там что-то сделаю такое, там, ограблю, поубиваю кого-то, ненавидел, там, все, и закончится моя жизнь, и в один день я вот встал, там был артезианский колодец, я вот умываюсь холодной водой, так глаза поднимаю, и вижу вот все, желтое это поле, вот все поле было желтое в одуванчиках, туман стелется, такой густой, и над лесом встает солнце, и солнечные лучи через туман преломляются, и вот такое желтое сияние, вот, наверное, оно как северное сияние, а так вот для меня, может быть, вот Господь так, и я понял, это было вот такое сильное прикосновение Бога, вот от этой красоты я там сел и заплакал. На следующий день я встаю, вот утром умываюсь, и глаза открываю, и вот все поле, которое, да, есть, оно белое, вот они, дуешь, они так разлетаются, такой же туман, такое же солнце, только преломляются, и белое сияние, а не желтое, то есть вот это меня как просто пришибло. Я думал, что это было такое рождение свыше, вот. И с того момента, ну, мой взгляд изменился на все. И я вот вышел с центра, я понял, что я буду служить. Я начал молиться за Колпина, потому что столько смертей. Я представил, сколько матерей проклинают меня, ну, того, кто привез эти наркотики, кто организовал, кто сделал возможным их детям купить эти наркотики. Сколько вот этого вот зла, которое я сотворил, оно как домокалов меч надо мной висит. И это заслуженное проклятие. И я вот понял, что от чего меня спас Господь, да, Он даром простил меня. Я пережил вот это отцовство тогда, когда вот это, я говорил, переживание, такая отцовская нежность. Я вот пережил отца. Я не имея отца, пережил очень сильную отцовскую любовь, защищенность. Я понял, что все, с этого момента, все будет иначе. Потому что есть тот, кто обо мне заботится, он так сильно любит. Вот эта нежность мужская, вот эта вот, которая мне недоставала, я на физическом уровне пережил. Я имею отца, такого отца, о котором можно даже мечтать. И он реальный, он меня воспитывает до сих пор. Джамал, человек, который служил здесь в Копино. Он здесь проповедовал с братьями, с сестрами. И начался такой момент, что я в Джамале стала видеть не только служителя, который очень сильно любит Бога, не только диакона церкви, лидера, а человека, который очень нуждается сам в любви. Я начал искать, где, как жениться. Я перелюбил полцеркви. Как вот не смотрю, как раз улыбнулась, все, моя, значит, точно. Как бы что-то не получается, раз, другая там, она кому-то подмигнула. Я же думаю, что точно мне. Какие-то отношения, оно все рушилось. В какой-то момент, ну, уже я начал ездить в Колпино. Уже были две домашние группы. Я стал служить. Уже начала рождаться церковь здесь. И через домашнюю группу Оксана пришла. Она была в проблеме, в зависимости. И мы идем на домашнюю группу. И Оксана идет рядом. И знаешь, 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 я тут не понимаю. Она начинает плакать. А он говорит, что случилось? Что ты плачешь? Ну, я говорю, у тебя будет жена. Просто я, ты такой достойный. Ты достойный лучшего. И вот все, я, я так как-то вот, меня так оно, я думаю, ничего себе. А я постоянно с ней, ну, ездил там, в Колпино возил, в церковь, в церковь. Ну, как бы занимался, да. Не знаю, что это было. Бог сказал, это твой муж. И вот как-то прикипело сердцем. Вот. И мы начали, ну, вот, строить отношения. Пошли к священнику. Хотели уже повенчаться, а документов нет. И пастор говорит, ну, пока не будет паспорта, я вас не повенчаю. В итоге пришлось ждать два с половиной года. Ну, я два года не знала, вообще, стоит ли мне. Ну, и вообще, я, конечно, над собой работала, задавала сама себе вопросы. Может, еще лет 10 надо ждать, а может быть, никогда и не дадут ему паспорт. Я не мог доказать, что я гражданин России, что я россиянин, я родился в России. И Оксана, она уже у нее все. Она говорит, да, если тебе никогда не дадут, сколько мне еще ждать? Да надо что-то делать, как-то все. Я поняла, что мне другого не надо. Ну, как 10-20 лет. Мне другого не надо, мужа. Ну, не надо. Я люблю этого человека и буду ждать, вот сколько, ну, сколько смогу. Из-за того, что у меня много было, ну, таких разочарований, я сам себе сказал, что, Господи, дай мне знамение, что та вот, которая мне в очередной раз нравится, это она, чтобы я опять боли не было этого, не ответная любовь вот эта. Пусть вот паспорт будет знамением, что та сестра, которая мне нравится, в тот момент, когда появится паспорт, это от тебя будет такое, что это она. И вот и нету, нету, уже два с половиной года. Я в один момент получаю откровение. Я понял, что мне не надо никаких знамений. Я ее люблю. Я когда это понял, я покаялся, позвонил пастору, говорю, пастор, мне надо исповедоваться. И на следующий день мне звонит инспектор. Говорит, две фотографии нужны. Все приезжает, там через две недели будет паспорт. Он все получил паспорт, расписался, встал на колени, заплакал, сделал мне предложение. Я, конечно, тоже не ожидала своей реакции, такой тоже в штамм, в слезах. Все, мы в Колпино поженились и поехали к его маме в Абхазию. И когда я вот стал уже женатым, я был в шоке. Я просто недопонимал. Я же как бы себе уже запланировал, как мы будем жить. Я же мечтал всю жизнь, а у нее планы совсем другие, оказывается, и мечты. И мы совсем по-разному понимали жизнь вместе. Для меня это был просто момент, когда мы, может, не менялись. Ни он, ни я вообще. Три года были сложные, тем более я еще был пастором. Бог работает через слово. Я читаю, «Мужья, долюбите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы предоставить ее себе чистой, святой, непорочной». Я понял, что меня никто на этой земле не сможет сделать Христа подобным, кроме как моя жена. И я, если вот стану, как Христос, любить ее, я стану, как Он, образом Божиим. Я понял, что мне нужно сделать ее жизнь безопасной, чтобы она не боялась меня распинать, чтобы она не боялась, что я ее осужу. Она может сейчас сделать все в моем присутствии. Я ее не перестаю любить, и у меня эмоций нету негативных. Мой муж, он создает мне всю атмосферу в доме такую, чтобы я была естественная. Мне не надо держать себя в контроле. Мне не надо вот этот вот шаблон, когда мы молимся, когда мы читаем, когда мы вот это все, когда мы общаемся с детьми. И мы здесь свободные. Просто то, о чем я мечтал, мне Бог дал вот через свое слово. И я бегу в семью. Я люблю детей. У меня очень много целей, желаний. У него просто они такие же абсолютно, как у меня. И мы вместе к ним идем, молимся, двигаемся, имеем надежду. И, конечно, полную свободу. Я сегодня очень благодарный Богу потому что то, что Он мне дал возможность любить. Я осознал, какая душа человеческая имеет цену. Нету ничего ценнее. Нету ничего ценнее. И мое сердце, чтобы в церкви, где Бог меня поставил, вот было не столько сколько чудеса. Сегодня за чудесами все гоняются, за какими-то такими сверхъестественными проявлениями. А любовь, принятие, безопасность, чтобы человек, переступая порог церкви, вот он не чувствовал то, что я чувствовал. Я понимаю людей. Потому что я, наверное, прожил разные сферы трагедии. И я знаю, что Бог может дать. И я знаю этот путь, по которому, если они пойдут, они неминуемо, они обречены на успех, счастье. Субтитры создавал DimaTorzok